В ходе заседания Высшего совета губернатор поблагодарил сотрудников Управления труда и соцзащиты. Благодаря работникам этого ведомства Ненецкий округ впервые включен в федеральную программу «Доступная среда». По словам Сергея Сверидова, финансирование под программы «Доступная среда» Ненецкого автономного округа на 2015 год предусмотрено в размере свыше 40 миллионов рублей. Из них 23 миллиона 500 тысяч – субсидия из федерального бюджета, остальные средства выделяет окружная казна. Впервые за много лет удалось получить федеральное финансирование на создание «Доступной среды» для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом большая заслуга сотрудников Управления, сказал Игорь Кошин. Мероприятия региональной программы направлены на повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг, преодоление социальной разобщенности инвалидов и маломобильных групп населения и формирование позитивного отношения к данной категории. Предусматривается строительство пандусов в учреждениях социального обслуживания, здравоохранения, образования, спортивных объектах, приобретение низкопольного автобуса и специализированного автомобиля. Светофоры в черте города обустроят таблом учета времени. В целях психолога-медика социального сопровождения детей-инвалидов планируется приобрести специальное диагностическое программное оборудование, а также тренажеры для реабилитации инвалидов и универсальный подъемник для бассейна во дворце Спорта Норд. Кроме того, закупят компьютеры для организации дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями на базе аграрно-экономического техникума. Продолжение следует...